Сегодня у нас невероятная тема по своей значимости, по своей сложности, но это в временной простоте. Это тема преодоления гордыни. Пару дней назад я читал письмо, мне женщина одна написала. У нее первого ребенка, у девочки не раскрылись легкие, нужно было прилагать усилия врачам, чтобы ее спасти. Она читала мои книги, после этого многое поняла, изменился характер, но родилась потом опять девочка, и то же самое, не раскрылись легкие и проблемы с головным мозгом небольшие. Она спрашивает, вот я читал ваши книги, стремилась все делать правильно, что такое произошло, почему у меня не получилось? Ну, я всегда видел, что проблемы с легкими – это гордыня, это внутреннее неприятие, божественное воле. Вот так, если на первый взгляд, как бы я раньше ответил. У вас уровень гордыни повышенный, поэтому проблема с легкими, это связано с сознанием, перевозбуждением сознания, поэтому проблема с головным мозгом. А перевозбуждение сознания – это осуждение, это недовольство собой, это уныние, неприятие происходящего. В принципе, все так и есть. Ну вот, поставить диагноз гордыня легко, а вот как реально преодолеть? Есть такое понятие – троичность Бога. Оно, в принципе, во всех религиях присутствует, мировых. Это означает, что Всевышний, как главный, скажем так, источник всего, определяет цикл развития всей Вселенной. Я говорил о том, что Вселенная – это портрет Бога. Значит, Всевышний троичен, и удаление от Него – это означает разрушение единства противоположностей. Это остановка развития. Как идёт развитие? Единство – борьба противоположностей. Если мы считаем, видим только зло в человеке, как бы мы ни боролись с осуждением, критикой, претензиями, обидами, нам их не преодолеть. Сколько бы мы ни каялись, ни прощали, включаться агрессия будет автоматически. Агрессия будет автоматически.